В будний день в Ленинских горках не так людно, как выходные. Тем приятнее побродить в тишине по аллеям музея-заповедника. К тому же новая выставка расположилась именно здесь, под открытым небом. Борис Вячеславович Власов, заместитель директора по научной работе, охотно рассказывает о документах и людях, которые безмолвно взирают с картин и фотографий на проходящих. Здесь представлены владельцы усадьбы горки с 16 до 19 века. Все уже знают, что здесь живо Ленин, все знают, что здесь жила Морозова. Но что было раньше. Вот это для большинства посетителей пока является некой тайной. Особенностью выставки является интересный факт. Эти стенды расположены таким образом, что прогуливаясь по аллеям к основному зданию усадьбы, посетители постепенно знакомятся с владельцами в хронологическом порядке. Кроме того, выставочные образцы выпущены в двух экземплярах. С какой бы стороны ни подходили посетители, от главного входа или от музея кабинета квартиры Ленина в Кремле, они не смогут пройти мимо выставки. Это никоим образом не нарушает мемориальности, связанные с именем основателя советского государства. Потому что сам он всегда очень внимательно, очень осторожно относился к истории тех мест, где проживает. Данные места были во владении у нескольких дворянских фамилий. Многие из них вписаны в историю в том числе и российского государства. Среди владельцев усадьбы был и особо любимый местными историками герой войны 1812 года генерал Александр Писарев. Друг Пушкина, основатель общества российской истории и словесности, именно при нем парк и усадьба приобрели примерно такой вид, какой посетители видят сейчас. Поэтому он был не очень хорошим, даже скажу неважным. Александр Сергеевич Пушкин много смеялся над поэтическим даром генерала, но это не мешало им, в общем, поддерживать вполне себе неплохие личные взаимоотношения. Был и купеческий период в истории горок, когда владельцы воспринимали усадьбу не как место жизни, а как способ заработать деньги. Но один из самых колоритных персонажей, безусловно, первый хозяин этих мест. Первым владельцем данных мест или сельца горки, усадьбы горки первичной, был Гаврил Спасителев. Очень интересная фигура. Он приехал из этой роте, первоначально был монахом, причем монахом, занимавшимся музыкой, монахом Доминиканского ордена. Мы не станем раскрывать всех подробностей этой выставки, ведь любой посетитель музея-заповедника горки Ленинские может и сам познакомиться с удивительными исследованиями, которые подготовил местный научный коллектив. Максим Козлов, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.